всем привет недавно мне в руки попал вот такой вот старый интересный фонарик достаточно интересное изделие получилось красиво сделанный оригинально мне понравилось не знаю кто изготавливает год изготовления все что на нее есть это такой логотип и стоимость 70 копеек попал не очень хорошем состоянии грязный и ржавый что самое страшное но все удалось грязь очистить и ржавчину смыть отодравить и получился вот такой достаточно отличное состояние было принято решение оживить данный аппаратик вставить лампочку батарейку вот ну и попробовать пользоваться чем столкнулись ну лампочка в принципе найти было не проблема вот так вот она здесь крепится через алюминиевую точеную шайбочку вот лампочка была найдена достаточно быстро вот с батарейкой пришлось немного получится потому что на нынешний момент четыре с половиной вольта батарейка достаточно дорогая емкость ее не совсем удовлетворительная поэтому было принято решение взять аккумуляторы старые из ноутбука типа размер 1865 это литий-ион сделать это такой вот брикетик упаковочку из трех элементов соединенных с параллельно параллельно вот набирается у нас свежезаряженный 42 вольта и до 3 вольт можно ее разряжать сделано в таком брикетике ничего сверхъестественного спаяна и это все дело мы укладываем в фонарь так секунду таким вот образом контакты не совсем подходит к сожалению но все получается и таким образом мы включаем выключаем боковая пластиночка стоит что ж пробуем включить это все дело как она заработает такие дела свет конечно не сравнится с современными светодиодными фонарями вот но тем не менее что либо подсветить где-то как-то красивые эффектные по потребление лампочки 260 миллиампер при емкости аккумуляторов общей емкости трех этих аккумуляторов 3 ампер часа чуть больше чем 3 часа это где-то 13 14 часов непрерывная работа вот я долго думая решил пойти дальше что было сделано была взята обыкновенная лампочка это мы сейчас закроем обыкновенная лампочка что она здесь написано 2 спа 3 с вольта 2.6 или 2.8 миллиампера разобрана и вместо колбочки в цоколь вставлен светодиод и получилось у нас светодиодная лампочка вот значит этот светодиод это старый образец да именно это старый это уже старый образец на данный момент это старый образец сверхъяркого светодиода но он конечно же на сегодняшний день не блещет какими-то супер параметрами но тем не менее он выигрывает по яркости и потока потреблению лампы накаливания в будущем конечно у меня есть идея использовать более качественные светодиоды более экономные вот и с более широким углом рассеивания света пока что взял то что что было под рукой вот в сравнении что получается приблизительно вот так вот попробуем ставить и посмотреть как у нас все это дело заработает как будет светить то есть таким образом светит обыкновенная лампа накаливания сейчас напряжение на батарее порядка четырех четыре целых и один десятых вольт кстати очень интересно в фонарике сделано вот такой держатель для запасной лампочки эту лампа накаливания мы спрячем сюда светодиодные назад вкрутим здесь резьба внутри есть то есть хорошо продуманная схема раз и вставляем на место и того у нас получается из старого раритетного фонарика также старый раритетный фонарик но на современные ла литий-ионовые аккумуляторы и светодиодная лампочка пробуем смотреть что у нас получится закрываем вот так вот он смотрится в середине это кстати хорошая петелечка вешается на пуговичку либо на гвоздик чтобы фонарик где-то носить так пробуем вот такие его дела сейчас дневной свет пасмурное освещение поэтому полный тест провести как что лучше светит сложно будет но скажу так что светодиод лампочка имеет более желтый свет что естественно для лампы накаливания светодиод к сожалению светит холодным светом он не голубоватый не синеватый но он просто холодный не совсем привычный конечно для глаза вот но опять же я говорю это этот светодиод это старый образец и далеко не предел мечтания на данный момент есть более качественные светодиоды с самым разным самая разнообразная температура свечения но для сравнения я думаю подойдет то есть слабо видно к сожалению дневной свет ночных тестов я не делал но я думаю для общего представления для понятия конечно же интереснее будет этот светодиод потребляет если лампочка потребляет честных 280 миллиампер то светодиод потребляет 220 до 220 у него максимум это 220 миллиампер то есть выигрыш небольшой как бы если учитывать что это все это старый образец но тем не менее позволяет оживить такие старые фонарики можно оживить таким образом и сэкономить на энергопотребление то есть сделать их более экономичным хотя дело вкуса каждому свое каждый фонарик это свое время вот современные фонарики как правило светодиодные такие вот старые раритетные на лампочке что куда ставить что где использовать решать вам но каждая мысль каждое такое изделие имеет право на жизнь на разные модификации надеюсь вам понравилось будет интересно всем удачи